Начну с информации, опубликованной в местной прессе. Она короткая, но интересна диалогам, состоявшимся на последнем аппаратном совещании городского правительства. В трех зонах Одессы хотят построить многоуровневые паркинги, что позволит разгрузить от транспорта центр города. Об этом во время сегодняшнего аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Александр Илько. По его словам, паркинги собирается построить в районах Пересыпского моста, улиц Водопроводной и Желябова. Геннадий Труханов отметил, что постройка таких паркингов необходима, в том числе для разгрузки дворов в спальных районах города, чтобы там смог ездить спецтранспорт. Илько ответил, что они рассматривали вопрос пока с точки зрения разгрузки центра города в дневное время. По его словам, из спальных районов приезжает множество людей, они оставляют автомобили, которые мешают общественному транспорту, создают заторы и только вечером уезжают. А вот в спальных районах, по мнению Александра Илько, транспорт находится только вечером, к тому же там есть стоянки. Мэр заявил, что в таком случае необходимо провести дополнительное рассмотрение этого вопроса. А теперь к истории. Еще в конце 80-х, начале 90-х популярная тогда вечерняя Одесса из номера в номер велась дискуссия о том, как разгрузить исторический центр Южной Пальмиры от засилия автотранспорта. Ситуация тогда осложнялась тем, что моряки, ходившие в загранплавание, получили разрешение на покупку поддержанных авто. И тогда улицы заполонили старенькие Тойоты, Хонды и Ниссаны. Подчеркну, городского транспорта хватало, хотя ситуация требовала увеличения и подвижного состава трамваев, больше троллейбусов и больших автобусов. Одесса раздвигала свои границы как со стороны поселка Котовского, так и дальше, развивая Таирово. Предлагалась масса вариантов. От запрета выезда личных авто с нечетными номерами по четным дням. До запрета движения этих самых автомобилей в историческом центре города, включая французский бульвар. Незначительная часть специалистов, побывавших за границей, упирали на необходимое строительство многоуровневых паркингов. От них пренебрежительно отмахивались. Мол, слишком затратная затея. Впрочем, такие паркинги начали строить. Один из них мы видим в районе Привоза. Другой, если мне память не изменяет, неподалеку от Сигетской, на Армейской. Здания эти, увы, возвели не на деньги муниципалитета. Они принадлежат частным застройщикам. А жаль. Я специально интересовался и в Швейцарии, и в Ирландии, кто основной хозяин таких паркингов. Оказалось, городские власти. Это хорошая добавка к бюджету, объяснили знающие люди. Споре, между Александром Илько и Геннадием Трухановым победителя быть не может. Но первоочередное строительство, как мне кажется, точно определил начальник департамента транспорта, связи и организации дорожного движения. Если город вернет в исторический центр трамваи, троллейбусы, постепенно избавляясь от небольших поместимости маршруток, то стоит приучить владельцев личных авто оставлять своих железных коней в накопительных многоуровневых паркингах, а дальше пользоваться общественным транспортом. Так и воздух чище будет, и специальным службам в случае необходимости легче парковаться. Между прочим, это опыт больших мегаполисов Европы и всего мира. А в новых микрорайонах на Котовского, Таирово, Черемушках и Узовском такие многоуровневые паркинги обязаны возводить застройщики.